Доброго дня всем моим зрителям! Сегодня я бы хотела рассказать вам про летнее пальто из жаккарда, которое шила в июне месяца. Шила я его в июне, потому что в июле у мужа отпуск, и мы ездили навестить моих родителей, наших общих друзей. И, в общем, для этих мероприятий хотелось каких-то ярких, интересных комплектов. Ну вот, сшила себе летнее яркое пальто. Я вообще очень люблю материал жаккард. Я считаю, что он легок в работе. Ну, опять же, смотря какой, ну, по крайней мере, те, с которыми я сталкивалась, были достаточно легкими. Вот тот, который слева, он не считается. Он хоть и жаккард, но это было очень сложно. Но тут еще состав шелк-вискоза. А вот этот мой золотой, в составе у него полиэстер, шился он изумительно, форму он держит изумительно, и смотрится он изумительно. Материал я брала осенью в магазине комод ткани, 2,5 или 2,6 метра, и хотела сшить платье на Новый год. Когда ткань приехала, я поняла, что она очень красивая, и мне стало жаль ее использовать для изделия, которое будет надето, ну, один раз в год, может быть, там, два раза в год, ну, то есть, которое будет редко носиться. Мне хотелось носить это изделие чаще, поэтому отложила, думаю, ну, сошью какое-нибудь летнее пальто. И вот, собственно, уже когда весна пришла, на сайте La Form я увидела красивую выкройку, и все, звезды сошлись. Я решила, что вот у меня есть замечательный жаккард, есть такая интересная выкройка, они как будто бы созданы друг для друга, потому что я считаю, что по этой выкройке лучше шить из ткани, которая хорошо держит форму, которая такая сухая, чтобы вот как раз рукава получились очень пышными. Если шить из мягкой ткани, рукава будут под своим весом провисать, и объема не получится, просто будет такой мягкий, как бы немножко бесформенный рукав. Я не говорю, что это плохо, может быть задумка у каждого же своя, и может быть задумка как раз, чтобы рукав был мягким и провисающим. Ну, мне хотелось именно форма стоящей, форма держащей, поэтому вот я сшила из жаккарта. Я считаю, что это очень простая выкройка, потому что это вроде как летнее пальто, вроде как жакет, то есть какой-то элемент верхней одежды у меня получился, но при этом здесь нет лацканов, здесь нет воротника со стойкой, которые обычно бывают у пиджаков, у жакетов, и заморачиваться, соответственно, с этими узлами не нужно. Здесь просто V-образный вырез, застежка здесь идет, у меня вообще нет застежки, по выкройке она должна была быть на кнопке, но поскольку к моему жаккарду хорошо подошли бы прозрачные кнопки, которых у меня нет, я не ставила ничего. Думаю, закажу прозрачные, потом их пришьем, ну, как бы пока я еще ничего не заказала, ношу, просто запахивая и подпоясывая поясом. Ну, я тут специально к нему изготовила пояс, и вот так они у меня в комплекте работают. Когда шила, я думала, что это будет очень универсальное пальто. В принципе, оно так и получилось, но я больше всего хотела его носить с платьем комбинации, мне казалось, что это будет самый идеальный вариант, в целом оно так и случилось. Уже, правда, после отпуска я сшила вот такое вот платье-комбинацию, потому что ткань эту я купила в отпуске, ну, вот как раз-таки сюда в комплект. И вот этот комплект в качестве примерки пальто я хочу вам сейчас показать. Продолжение следует... Продолжение следует... Мне очень нравится оттенок этого платья-комбинации. Здесь искусственный шок, но он такого приятного оттенка какао, такой холодный беж, и, на мой взгляд, он стал отличным фоном для белого золота-жаккарда. То есть он как бы не выделяется из-под него, то есть он, знаете, такой потемнее, но не слишком темный. И мне кажется, когда... Ну, он не то чтобы подстраивается под цвет тела, но он действительно служит фоном и базой для яркого жаккарда. Вот это, на мой взгляд, идеальнейшее сочетание, когда ничего не отвлекает внимание от яркого пальто. В целом, это пальто можно комбинировать и с тем образом, который сейчас на мне. Я тоже новенькая вещь. Это вот блузочка золотистая. Она очень простая, девчонки. Это журнал Бурда, по-моему, 7 2019 или 7 или 6. По-моему, 7, девчонки. Там она такая вот... Тоже мои любимые удлиненные плечики, горловина, лодочка. На мне 38 размер. 38, по-моему, перед. А может быть, спинка 36. Да, наверное, 38 спереди. Спинка 36. Я сейчас стала такую вот фишку проворачивать. Она, правда, еще немножко подсела. В ширину уменьшилась. То есть, в принципе, на мне, наверное, как будто бы 36 размер. Хотя краила 38, но чуть-чуть подсела. Моя блузочка очень такой, он простой, удобный, базовый. Материал здесь, кстати, крэпсатин. Но не полиэстеровый крэпсатин, а вискозный. Поэтому он мнется, но и поэтому он комфортен к телу. Крэпсатин с эластаном. И кружевные кюлоты. Это тоже моя любимая вещь лета 2019. В принципе, вот к такому простому образу, я думаю, можно было добавить вот это летнее пальто. Тоже бы смотрелось хорошо. Так же я его планировала, думала, что буду носить и с какими-то джинсами. Узкими там или широкими. Но у меня нет современных стильных джинс. Это пальто, оно благодаря рукавам очень современное. Сейчас вот эти пышные рукава в тренде. На пике моды. И к ним в комплект хочется добавлять тоже какие-то такие же остромодные детали. То есть, если бы это были джинсы, то я бы хотела сюда примерить, или знаете, такие объемные бойфренды. Или хотя бойфренды уже тоже отходят. Вот сейчас модные джинсы бананы. Тоже такие зауженные к низу, объемные сверху. Но у меня нет таких джинс пока, по крайней мере. Ну, и я, наверное, их не планирую покупать. Не знаю. Ну, пока не планирую. Но в целом, мне кажется, что если джинсы сюда, то нужны какие-то вот такие вот тоже очень модные. По поводу обуви тоже отдельная история. Потому что у меня вся обувь, как правило, классическая. То есть, там туфельки, босоножки. Может быть, это что-то яркое, но это всегда на каблучке. И что-то ближе к классике. А к этому пальто, если носить джинсы, Мне кажется, хорошо бы подошли, опять же, современные, яркие, крупные кроссовки. Агли, сникерс, либо вот эти вот открытые, но это не босоножки, как панталеты, которые биркенштоки называются. То есть, там такие грубые ленты, перемычки. Высокая, может быть, какая-то подошва тоже такая плоская. Вот что-то подобное, мне кажется, составило бы с ним яркий контраст. И сделало бы этот образ действительно стильным, очень, может быть, где-то даже агрессивным, таким современным. По крайней мере, я себе это так представляю. Но покупать вот эту яркую современную обувь я не хотела. Потому что это не совсем мой стиль. И хоть оно сюда и подходит, но мне как бы по характеру, по-моему, это не совсем близко. Хотя, кроссовки я думала брать. Но они стоили те, которые я видела, около 5000 рублей. И я подумала, что 5000 я их не отношу на эту сумму. У меня есть такое, ну не знаю, это не формула, конечно, а какой-то в голове расчет. То есть, я покупаю обувь по той цене, которую считаю, что отношу за определенное время. То есть, каждый рубль надо оттоптать. И вот в плане кроссовок, поскольку я не так часто, в принципе, в них хожу, у меня есть вот такие вот просто кеды. Ну, они, знаете, крупные кеды или какие-то кроссовки, они с лампочками. Видите? В прошлом году я летом такие купила первый раз. Мне очень понравилось. Я вообще с детства мечтала. Но такие кроссовки появились с лампочками, когда я была уже подростком. А они появились именно для маленьких детей. И, в общем, у меня не получилось их поносить. И уже сейчас, мне 31, их стали делать на большие размеры. У меня 40-й. Я купила. Я купила в прошлом году пару, относила все лето. Купила потом, думаю, блин, вдруг на следующий год продавать не будут. Купила еще, чтобы лежала впрок. Ну как это, это же такие яркие, интересные. Ну, не знаю, девчонки, мне очень нравятся. Они мне доставляют столько удовольствия, столько радости. Особенно, когда вечером темно становится, и ты идешь в таких кроссовках, точно не потеряешься. Единственное, что очень аккуратно их нужно носить. Потому что вот эта LED-подсветка, которая в подошву вставлена, она чувствительно... Ну, соответственно, мы же ходим, да, то есть давим на нее весом своим. И нужно, во-первых, в сухую погоду, а во-вторых, только по ровной поверхности. А я люблю, знаете, встать на краешек бордюра и так на нем покачаться, например. Или на какие-нибудь камни там постоянно наступаю. То есть иду, ну вот как иду. А здесь нужно ходить, ну, как будто бы мы с вами в каких-то дорогих, хороших, красивых туфельках. Вот к этим кроссовкам нужно также бережно относиться, чтобы LED-подсветка дольше держалась. На моей предыдущей паре, видимо, где-то проводочки перегнулись и мигал только носок, а пятка перестала мигать. Раз у меня есть такие кроссовки, уже никакие другие, пусть даже модные, агли-сникерсы я покупать не буду. Вот. Но мне кажется, что такие кроссовки сюда не очень хорошо подходят. Я сейчас хочу показать вам два варианта примерки с джинсами. Как раз узкие джинсы и джинсы такие мам джинсы. Ну, из того, что у меня есть. И мне кажется, это не совсем мое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу сочетания. Это платье с джинсами и вообще каблуками, с джинсами и кроссовками, как вам больше понравилось. Или, может быть, действительно с комбинацией самый идеальный вариант. Можно было бы, наверное, сюда еще загнать вот какую-нибудь такую вот, опять же, яркую юбочку. Ну, она яркая только потому, что с оборками, с не оборками, а как это, бахромой. Может быть, без бахромы что-то бы тоже такое базовое. В принципе, в этом сезоне, опять же, в моде юбки атласные, такие слегка расклешенные или там скроенные по косой, слегка расклешенные. И вот сюда бы, я думаю, тоже такая атласная юбочка отлично бы подошла. Но раз я влюбилась в комбинацию и в сочетание с комбинацией, я так и носила. Внутри у этого платья, у этого пальто, платья-пальто, есть подкладка. По выкройке этой подкладки не было, но я решила поставить, потому что здесь подборт. И я поняла на своем опыте ношения, что изделия с подбортами лучше ставить на подкладку. Потому что если есть подборт, но нет подкладки, то я коленкой постоянно этот подборт задеваю и выпинываю как бы на лицевую сторону. И мне кажется, что это смотрится очень некрасиво, то есть как будто бы там что-то отгибается, но такое ощущение, что постоянно обтачка вылезает. Вот на спинке, как у нас обтачка бывает, но это же не очень красиво. И вот мне кажется, что все-таки если есть подборт, лучше сделать подкладку. Тем более в данном фасоне она кроится очень просто по деталям самого верха. Она также легко собирается и просто подшивается к подборту и к обтачкам вот здесь вот по низу рукавов. А по низу самого пальто я подкладки всегда делаю отлетными. Мне очень нравится, мне кажется, что это намного проще сшить, чем закрытую подкладку. По поводу сборки пальто. Я уже много раз говорила, что считаю эту модель легкой. В плане пошива здесь нет нюансов посадки, выточки, складки. То есть какого-то супер приталивания и подгона по фигуре здесь делать не нужно. За счет объема, за счет того, что складки этот объем создают, в принципе пальто садится хорошо. И рукав здесь у нас, видите, удлиненная линия плеча, рукав приспущенный. И в такую пройму рукава втачиваются намного легче, чем вот в обычную. Здесь не нужно припосаживать рукав, тем более у нас тут по окату идут складочки. Мы эти складочки спокойненько заложили, приложили к линии проймы, приметали и пришили. Все подходит до миллиметра, идеально. И по-моему, девчонки, здесь рукав втачивается в открытую пройму, а это всегда легче. Ну вот я сейчас не уверенно говорю, потому что шила пару месяцев назад. Но по-моему так. То есть рукав втачивается в открытую пройму, а потом одним швом прошивается и боковой шов, и шов самого, ну то есть и шов рукава. Я снимала пошив этого пальто, поэтому дальше я покажу, как я все это сделала, как я его собрала. Ну, сейчас вкратце могу сказать, что на мой взгляд это отличная выкройка, которая легко шьется и красиво выглядит. Давайте посмотрим на выкройку. Я хотела обратить ваше внимание на выкройки Laform, потому что они мне нравятся, знаете как, они какие-то более продуманные, не знаю. Ну вот смотрите, на обтачке написано, что внутренний срез окантовать, обметать. То есть это, знаете, такая подсказочка для тех, кто будет шить впервые, что вот этот вот срез нужно обметать на верлоке, чтобы он не осыпался, но имел красивый вид. Я вот честно скажу, раньше, когда только начинала шить, я не обметывала вот эти вот срезы горловин, пока не увидела это у кого-то вот на фотографиях. Потому что не все же изнанку показывают, я сама не всегда показываю фотографии в инстаграм моей изнанки, поэтому ну вот здорово, что здесь это есть. Также здесь написано верх плюс клей. Клей это значит дублерин. Я использую здесь дублерин 40 грамм на метр. Ну этот у меня, по-моему, 50 грамм на метр, простой такой, трикотажный, беленький. А был вопрос, почему я иногда использую темный дублерин, если ткань светлая. Ответ, почему я так делаю, потому что у меня просто не всегда дома, под рукой и даже не всегда там, например, в городе у нас можно найти нужный дублерин, нужной плотности и по нужной цене, ну и в общем в нужном метраже. Как-то вот не всегда получается, поэтому я стараюсь расходовать по принципу от обратного. То есть, если у меня много черного и на эту модель подходит черный, я поставлю черный. Если у меня много белого, соответственно, я поставлю белый, если это не вредит итоговому виду изделия. Вот, поэтому как бы тут уже, знаете, как у кого что есть. Также у меня с подкладками. Если, например, есть какая-то прям супер классная, я поставлю ее. Если есть супер классная, но я такая, лучше поберегу ее для какого-то более интересного лично мне проекта, я опять же эту подкладку оставлю и подберу сюда какую-то, которая может быть не так классно будет сочетаться, но мне будет вот так красиво и гармонично, и я так спокойно сошью. Также смотрите на деталях, например, спинки. У нас написано «клеевая кромка по срезу горловины». Это тоже подсказка для тех, кто только, например, начинает шить. Клеевая кромка – это вот такие вот полосочки готовые, уже продаются в магазине, они из флизелина. Вот эта серенькая у меня по косой, вот эта беленькая по долевой. Выкраенные продаются опять же готовые. Покупаем и просто приутюживаем их вдоль срезов. И я не знала раньше, что горловину надо укреплять, пока в специальные мастер-классы не прочитала все, вот это вот, знаете, как по уму не подсмотрела. Так что вот здорово, что здесь это все есть. Значит, на спинке у нас будет вот такая вот маленькая складочка застрачиваться. То есть вот на эту часть она будет застрачиваться, и вниз, вверх будут расходиться мягкие складки. На рукаве вы можете видеть, как бы, точнее на плече мы тут видим с вами как бы два варианта. То есть рукав один – это вот тот самый пышный большой, и у меня будет вот рукав два, то есть которое плечо приспущенное. Я, кстати, это платье удлиняю на 36 сантиметров. Вот этот вот мой рукав. В выкройке идут два варианта рукава, то есть я склеила два варианта рукава, а вырезала, ну, в итоге оставила себе только вот этот вот второй. Вот на нем тоже написано «четыре складки по окату рукава заложить в направлении от центра». То есть прям вот мне вот это нравится, вот когда вот подсказывают по ходу пьесы, что куда делать. И здесь точно так же по низу застрочить складки до меток треугольников. То есть вот здесь по низу тоже будут складочки. Что я проклеила? Я продублировала дублерином обтачку горловины спинки. У меня было огромное желание сэкономить ткань, не знаю, откуда оно взялось, ну, в общем, я решила эту обтачку сделать со швом. Думаю, что тот фактурный жаккард, и, в общем, особо заметно, что здесь шов у меня не будет. Ну, в общем, я решила, пусть будет шов. Не знаю, какой-то во мне просыпается экономист в 3 часа утра. Это деталь полочки. На детали полочки я проклеила косой клеевой кромочкой пройму и долевой плечо. Тут вот это тоже у нас часть плеча и часть горловины, потому что здесь тоже будет складочка. Кстати, все вот эти линии складок нужно будет перенести с выкройки потом сюда. Я где-то перенесла, где-то еще нет. И край борта я тоже проклеила долевой кромочкой. Также, возможно, в конце я проклею еще вот здесь вот подгибку низа. Но это когда до низа доберемся, я как-то сразу не проклеиваю, потому что бывает так, что на примерке хочется сделать покороче, ну и чтобы потом не срезать этот дублерин, да, и заново не приклеивать, я приклеиваю уже ближе к концу. А иногда не приклеиваю. Но лучше приклеивать, тогда сгиб смотрится как-то вот на капельку круче. Также я здесь вот, видите, отметила маркером смывающимся линию складки. У этой выкройки есть карманы. Боковые, в боковых швах, такие обычные карманы, я решила их не делать. Во-первых, я не большой фанат подобных карманов, и я считаю, что лучше не иметь соблазна туда вот, чтобы руки и что-то другое не складывать, лучше их не делать вовсе. А то, знаете, это как, чем больше купишь сумочку, тем больше будешь в нее складывать. И вот я по такому же принципу отказываюсь от карманов. Это спинка. На спинке я проклеила также пройму косой лентой, долевой плечо и косой горловину. Здесь горловину косой, потому что она, видите, сильно изогнутая, и косую ленточку намного проще уложить вот вдоль таких изогнутых сгибов, чем вот эти вот долевые. Подборд. Подборд у меня будет составной, потому что я брала... О, девчонки, я уже не помню, сколько у меня было этого жаккарда, но, наверное, где-то около двух с половиной метров. Не сильно много, я так не шиковала. Ну, вот на платье или на такое пальто, в принципе, с шивным подбортом достаточно. То есть вот у меня подборд так. Это как раз вот, если бы я шила точно по выкройке, то вот как раз вот мне бы хватило на цельный подборд. Ну, вот поскольку я на 36 сантиметров удлиняла, то я вот здесь выкроила еще дополнительные нижние части, и позже я их просто вот так вот подошью. Ну, опять же, вот не будет ничего заметно, просто подборд станет длиннее. Я не знаю, какой тут они длины, по-моему, они больше, чем 36, но это мы с вами потом все подкорректируем, и все будет красиво. Подборд я продублировала дублерина. Это у меня дублерин 40 грамм на метр, марка Данелли. Я раньше покупала обычные дублерины, которые, ну, такие китайские по 150 рублей, потом как-то вот попробовала дублерины подороже. Ну, девчонки, я вообще не могу сказать, что я, знаете, как-то там прям за дорогие расходные материалы. Мне интересно попробовать. Ну, пока неплохо, пока держится. А просто китайским у меня иногда были вопросы, и что вот он отклеивается еще в процессе работы с изделием. Ну, вопрос еще может быть такой, что я его приклеиваю не по технологии, потому что дублерин надо же там выдерживать, да, определенный вес, время, то есть не так поставили, убрали. А я вот грешу тем, что когда приутюживаю дублерин, я поставлю утюг, паром дам и уберу. А надо еще постоять, подержать. В общем, поэтому я ни в коем случае не ругаю китайские дублерины, но вот решила попробовать дублерин Данелли, как он вообще будет в работе. Ну, пока дублерин как дублерин, ничего особенного. Может быть, потом распробуем. И еще у нас остаются с вами детали пояса. Тут у нас есть нижняя часть рукавов, обтачка, ее тоже нужно проклеить, я ее также проклеила. И пояс. Пояс нам рекомендуют продублировать бортовкой или очень плотным дублерином. Если такого нет, то я от себя могу предложить двумя слоями того, который у вас есть. То есть вот если есть 40 грамм на метр, то приклеиваем два раза, получается уже 80 грамм на метр. И приклеивать его надо за вычетом припусков и за вычетом вот части на... Когда мы здесь вот будем пряжку нашу как-то там обтягивать, что-то будем делать. В общем, вот эту часть тоже не надо дублировать, чтобы сохранилась мягкость, чтобы это все колом не стояло. Ну вот я тут оставила так на вскидочку. Сантиметров, наверное, 7-8. С этой стороны мне просто не хватило. И я пока не стала ничего сюда доклеивать, потому что пояс я выкраивала длиннее, чем он идет по выкройке. Вот это вот одна деталь со сгибом. Здесь у нас сгиб. И вот смотрите, я его выкроила вот таким. Мне почему-то показалось, что он какой-то недостаточно длинный. Ну вот посмотрим. Посмотрим в процессе, как это все будет. В общем, вот такая история. Давайте уже начнем собирать. Мне любопытно, как будет получаться. Пожелайте мне удачи. И давайте начнем шить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok